Я предлагаю каждому начать мыслить глобально. Когда мы говорим о том, что, например, у нас в подъезде грязно, это не только проблема того, что конкретный сосед плюет в лифте. Это проблема вообще упадка культуры в обществе. Сейчас примерно предыдущий выступающий сказал о том, что решать проблему патриотизма мы можем не только, строя дополнительные спортивные секции или патриотические кружки, ну и поборов главную беду России, которая сегодня у нас тут. Потому что на все нужны деньги. Если у нас большая часть финансов крутится в теневой экономике, а не попадает в государственную казну, то понятное дело, что у нас недофинансирование и культуры, и образования, и всего остального. Поэтому просто посмотрите шире, примите слова каждого выступающего, как сигнал, но над чем подумать. Может быть, вам это чем-то вы не согласны, или непонятна эта схема, но все-таки попытайтесь это осмыслить, потому что это ваш коллега. Для него, может быть, ваше выступление непонятно, но мы для того и собрались, чтобы попытаться друг друга понять. Я передаю слово Андрею Львовичу Подгорному, руководителю молодежной секции Парламентского клуба. Пожалуйста. Добрый день. У меня, значит, первое. Поправки по закону проекта, который я вот... Так, товарищи, еще раз напоминаю о том, что прошу вас, если вы шепчетесь, делайте это очень тихо. Ну ладно. Я нажал на зеленую, она не особо хочет работать. Я постараюсь громко корречь, чтобы меня все слышали. Значит, первое. У меня вот, по тому, что я ознакомился с положением, да, вот, загружен на это. Статья первая, точнее, глава первая, статья вторая. Законодательство, конечно, воспитание граждан, да? Вот как раз, как говорил Сергей Сергеевич там у нас, по... Есть международные договоры Российской Федерации, установленные правила. Извините, пожалуйста, господа, а вы знаете, что обычно Запад, Европа, я просто имел честь, скажем так, пять лет жить на Западе, и Запад берет с Европой от нас все самое лучшее, нам дает самое худшее. Я это провел на своем опыте, я это видел, я это жил, я это знаю. Поэтому, мое мнение, я полностью поддерживаю, товарища генерала полностью, что мы не должны подстраиваться под западные условия, которые нам будет отдавать Запад или Европа. Патриотизм нашей России, в первую очередь, уважение традициям к законам нашей страны, которые с какого веков складывались на традициях наших предков. Поэтому, мое мнение, что вот эта часть полностью переделась в то, что мы не должны зависеть от международных предков, как Запада или Европы, по патриотическому воспитанию наших молодых детей, покорителей, да? Второе, ну вот такая маленькая помадочка будет, наверное, это статья третья, тоже первая глава, там написано «Утверждение в сознании и чувствах граждан». Ну, наверное, утверждение, это как бы более-то затягившее будет насильственное крепление и воспитание молодежи. Кому-нибудь, ну, скорее всего, надо поставить воспитание, проявление в сознании и в чувствах патриотизма молодежи. Это вот такая поправка. И также глава третья, статья пятнадцатая, да, вот она у нас тоже идет, как бы, в принципе, она слышивается у нас предыдущими моими словами, да? Патриотичная. Господа, я можно как-то закончу, потом будете обсуждать. Патриотическое и методическое обеспечение патриотического воспитания, да? Тут говорят, патриотическое воспитание, вот, кстати, почему я это заметил, в наше время, почему-то очень часто я просто заметил вообще с молодежью, так как я занимаюсь молодежными делами. Историю-то неоднократно переделал, тем более наши бывшие республики теперь делают, что Российская Федерация виновата в войне, что мы были хуже фашистов, издевательств над людьми. Но вопрос, а кто победил в Великую Отечественную войну? Кто поднял флагман для Экстана? Наверное, все-таки это русский солдат был. Наверное, все-таки победы российских людей, в первую очередь. Российской земли, российского, русского человека. Поэтому, ну, советский, да, вот правильно поправить, да? Поэтому, мое мнение, вот тут тоже нужно внесение и работу над поправками по воспитанию, если педагогическому говорить, надо в первую очередь брать школы, потому что, как говорится, все начинается с една. Какое все равно пропасение, какое все равно будет обрабатывать, какое у нас зайдет дело. Соответственно, образование, надо тут очень сильно делать ударение на образование, на образование молодежи. Опять же, это тоже, товарищ генерал у нас. Поэтому внесение поправки в образование, воспитание, уже создавание, возрождение кружков образовательных, да, дополнительных образовательных программ, школах, продленных, именно занимания молодежи, именно дополнительное его время. Дело в том, что, как бы, по дополнительным своим деятельностям я занимаюсь продюсированием, да, но продюсирование не в том смысле, как обычно говорят, шоу-бизнес, это помойка, да? Задача нашего продюсерского центра, который я создал в 2006 году, я всегда говорю, ребята, мы вам помогаем, самое главное, сделать первый шаг, заявить о себе. Мы помогаем сделать самое трудное. Дальше, как вы себя поставите, как вы будете вести себя, как вы будете оставаться людьми, от этого будет зависеть, как на вас будут смотреть другие люди. В 2006 году мы сделали ледовое шоу за счет благотворительных сносов, партнеров, спонсоров, которые нам помогали. Тут как раз была представитель Армении выступала, армянская вода, Жниной нам очень сильно помогли, потому что им большое спасибо за то время. Вот. И получилось так, что брал ребят с улицы, фигуристов, которые не могли о себе заявить, опять же, как говорили, тут взятки, да, взятки, да? Ребята не могли пробиться в большой спор. После того, что мы провели ледовое шоу, молодежное, ребят прорисули, все. Те ребята уже потом выступали у госпожи Тарасовой в других ледовых проектах. Это уже те достижения, которыми мы можем похвастаться. Проект на сегодняшний день, да, это работа с молодыми ребятами, с организацией молодежных проектов. То есть мы в прозапрошлом году на базе горнолыжной школы Леонида Васильевича Тягачева, экспрендент Олимпийского комитета, проводили горнолыжный кубок среди юниоров. Опять же, заявили, очень больше 30 школ горнолыжных заявили в этом желании участник. Поэтому задача, я полностью поддерживаю, в принципе, этот проект, его надо дорабатывать, как вы сказали, да, патриотическая разработка, доработки, внесение изменений, добавлений. Полностью, соответственно, с нашей стороны, парламентского молодежной секции, мы полностью поддерживаем этот проект. Задача разработать, чем можно занимать, как говорили, молодежь в свободное время, чтобы она не отвлекалась на наркотики, на разрад, который нам опять же Запад предлагает и диктует. А именно работа в сфере с молодыми общественными организациями, с молодежью, создание каких-то программ, которые будут занимать молодежь в их досуг. Как говорится, замена труда. Другим трудом есть самодах. Да, поэтому, наверное, вот это основная тема. Более подробную информацию, более подробные проекты я буду готов предоставить 27 числа и более подробно расскажу о наших уже проведенных работах и запланированных проектах на 2013 год. В принципе, спасибо вам. Спасибо за внимание. Все.